Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Республике на 7 мая 2021 года характеризуется 105 новыми случаями по данным Управления Роспотребнадзора новой коронавирусной инфекции. На столицу Республики приходится 60 случаев, на Мегино-Кангаласском и Луси зарегистрировано 29 новых случаев. Обращаю внимание на возникшую ситуацию в Мегино-Кангаласском и Луси. Еще раз акцентирую моменты, связанные с необходимостью соблюдения гражданам Мегино-Кангаласского и Луса как района, как у Луса, через который проходят многие транспортные сообщения Республики к соблюдению мер безопасности. И, соответственно, на настоящий момент в Мегино-Кангаласский и Лус направлены группы Министерства труда, Министерства здравоохранения и, соответственно, администрации главы и правительства в целях оказания методической помощи и организационной для соблюдения порядка, в том числе в части нераспространения инфекции. Еще раз обращаю внимание, что большинство контактов, которые и большинство заболевших в Мегино-Кангаласском районе, являются контактами семейного характера, поэтому берегите себя и своих близких. Необходимо обратить внимание на осложнение ситуации в Амгинском и Вилюйском районах нашей Республики. На настоящий момент они также находятся у нас под особым контролем. По два случая зарегистрированы в Горном, Намском и Чуропчинском улусах и по одному случаю в Сунтарском, Молданском, Кабейском и Хангаласских улусах. Кроме того, необходимо обратить внимание, что в Якутскую городскую клиническую больницу поступают больные с тяжелой формой заболевания из Кабейского и Среднеколымского улуса, что говорит о необходимости усиления работы на первичном звене как учреждений здравоохранения по выявлению больных, так и к активности всех граждан, независимо от того, где они проживают. Еще раз обращаю к гражданам Республики, при первых признаках острых респираторных заболеваний в обязательном порядке продолжайте вызывать медицинские бригады для того, чтобы исключить коронавирусную инфекцию и для того, чтобы вовремя начать лечение. За сутки лабораториями проведено 1445 исследований. Всего за весь период в Республике обработано 1 млн 63 тысячи 985 тестов. Необходимо обратить внимание, что в Республике продолжается вакцинирование населения от новой коронавирусной инфекции. Вчера поступило 2000 дозд спутника, которая также распределена, у нас пропорционально распределяется среди улусов Республики. С самого начала распределения вакцины правительством Республики, оперативным штабом, по поручению главы была определена очень четкая схема, прежде всего, в зависимости от количества поступлений, обеспечить труднодоступные отдаленные населенные пункты, в том числе северных территорий. Безусловно, мы не везде, исходя из количества вакцины, успели направить вакцину. Поэтому на настоящий момент, в зависимости от ситуации, вакцина будет также поступать для того, чтобы обеспечить соответствующее санитарно-эпидемиологическое благополучие и здоровье граждан. В целом, всего в Республику поступило 136 084 дозы вакцины, при этом первую вакцину у нас получили уже порядка 110 тысяч человек. Сегодня, на настоящий момент, использовано 82% от общего объема вакцины, которая поступила в Республику. Уважаемые жители Республики Сахай-Кутя, в настоящий момент, конечно же, мы понимаем, что уже практически мы находимся в этой ситуации практически больше года. Тем не менее, ситуация по выявлению заболевших и в разных районах нашей Республики, и в городе Якутске, призывает нас к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, которые установлены указом главы Республики. От этого зависит и здоровье нас, и наших близких. На настоящий момент ряд решений будет приниматься по учебным заведениям, по продолжению обучения в учебных заведениях, как среднего образования, так и среднеспециального образования. Проводятся переговоры с высшими учебными заведениями о возможности продолжения дистанционного обучения студентов, тех, которые у нас выезжали за пределы Республики из общежитий. Соответственно, также принимаются меры и к разобщению разных групп, которые у нас сегодня возникают в коллективах. С сегодняшнего дня нам, к сожалению, мы вынуждены были открыть новое подразделение, инфекционный стационар, который мы все практически закрыли. У нас оставались инфекционные стационары только в Якутской республиканской клинической больнице. Мы открыли дополнительный инфекционный стационар на базе республиканской больницы номер 3 и открыли дополнительные койки в Мегино-Кангаласском районе, развернули их помимо Петровки еще в ряде учреждений для того, чтобы обеспечить полноту лечения. Еще раз обращаюсь ко всем, при первых признаках острых респираторных заболеваний обращайтесь в медицинские учреждения. Все колл-центры, все скорые помощи медучреждения и Роспотребнадзор продолжают работать в режиме повышенной готовности. Продолжение следует...